С какими рисками вы хотите столкнуться как бизнесмен или инвестор? Предпочли бы вы столкнуться с постоянным риском в демократическом государстве? Или же с прерывистым и непредсказуемым риском, который возникает при авторитарном режиме? В правах собственности есть крайний вариант потери прав собственности. Это национализация. И как бы мне не хотелось сказать вам, что риск национализации исчез, это не так. Но в основном он сосредоточен в компаниях, занимающихся добычей природных ресурсов. Какими бы ни были ваши интересы, если правительство отбирает у вас собственность, а вы получаете символическую компенсацию, то это уже потери прав собственности. Вы должны увидеть, что самые дешевые компании в мире, по крайней мере с точки зрения низкого коэффициента P на E, находятся в самых рискованных частях мира. Всем привет. Я достаточно стар, чтобы помнить кризис 1987 года, коррекцию доткома в 1999, но больше всего рыночный кризис 2008 года, потому что он пошатнул мою веру в то, что, как мне казалось, я тогда знал. И одна из вещей, которую я понял после кризиса, это то, что до 2008 года я не уделял достаточного внимания оценке риска на фондовых рынках, особенно на зрелых рынках. Мы считали, и я в том числе, что премии за риск на зрелом рынке не сильно меняются в течение короткого периода времени. Но 2008 год изменил это мнение. Поэтому, выходя из кризиса, я принял несколько решений. Первое. Вместо того, чтобы рассчитывать премию за риск по акциям для S&P 500 в начале каждого года и использовать ее в течение года, что было моей практикой до 2008, я стал сравнивать свой риск по акциям с начала каждого месяца. И я выполнил это решение фактически в начале июля 2020 года, когда премия за риск по акциям для S&P 500 опустилась до 4,11%. Самого низкого значения, которое я видел со времен кризиса 2008. Еще одна вещь, которую я решил делать, это каждый год обновлять свои соображения по поводу премии за риск по акциям, и они приняли форму документа, который с каждым годом становился все длиннее и длиннее. Итак, мои первые работы посвящены премиям за риск по акциям в целом, их движущим силам, то, что приводит их в движение, и наилучшим способом их оценки. И я делаю это в начале каждого года, обычно, примерно в марте, и в марте 2024 я обновил свою работу, посвященную премиям за риск по акциям. Еще одна вещь, которой я уделяю особое внимание, это премии за риск по акциям в разных странах, потому что это еще одна вещь, о которой мы узнали из данных, полученных в 2008. Мы все связаны друг с другом. Поэтому в середине каждого года я обновляю эту статью о странном риске и премиях за риск акций разных стран. И эта сессия посвящена, в первую очередь, этому обновлению. Итак, давайте начнем. Существуют ли различия в риске на фондовом рынке в разных странах? Очевидно. Очевидность этого факта, однако, не мешает людям игнорировать его. На самом деле есть люди, которые утверждают, что можно игнорировать страновой риск, потому что его можно диверсифицировать. Другими словами, если вы работаете в 60 разных странах, то поскольку они движутся в разных направлениях, их можно как-то усреднить. Так считалось до 1987 года. Но мы больше не верим в это, потому что данные свидетельствуют о том, что рынки коррелируют между собой. Так что даже если вы находитесь в 60 разных странах, при возникновении глобального кризиса, все они движутся вместе. Я собираюсь доказать и представить некоторые доказательства того, что риск в разных странах различается из-за четырех основных факторов. Первое — это политическое устройство страны, и за неимением лучшего я буду проводить различия между демократическими и авторитарными режимами, которые создают большой риск. Второе — это подверженность войне и насилию, которые варьируются в разных странах. Третье — это степень коррупции. И четвертое — защита прав частной собственности, юридическая защита, которую вы имеете прямо сейчас. Говоря об этих факторах, меня больше всего интересует экономический риск, который из них вытекает. Поэтому я не отношусь к этой дискуссии как культурной или социальной. Я не говорю о том, лучше ли демократия, чем авторитарный режим. И не утверждаю, что Финансграмм — лучший инвестиционный канал. Но я собираюсь взглянуть на это исключительно с точки зрения бизнеса и инвесторов. Итак, начнем с политической структуры. В широком смысле, опять же, вы можете думать о дифференциации политических структур с точки зрения степени свободы, которую она представляет индивидуумам, которые являются авторитарными в одной крайности и чрезвычайно демократичными в другой. Если вы спросите меня, что лучше, заниматься бизнесом или инвестировать, то ответ, как это неудивительно, будет заниматься и тем, и тем. У каждого из этих занятий есть свои плюсы и минусы. Преимущество демократии в том, что правительства, которые реагируют на запросы людей, менее склонны к произволу и более подотчетны, поскольку существуют системы, сдерживающие их полномочия. Но политика постоянно меняется. Потому что в демократическом обществе правительства меняются. Ни одно демократическое правительство не может обещать вам, что нормативные или налоговые законы будут действовать вечно или даже в течение длительного периода времени. Потому что следующее правительство может смениться. В отличие от этого, авторитарный режим может обещать вам стабильную и предсказуемую экономическую политику, что, конечно, хорошо для бизнеса и даже инвестора. Но в этом есть своя загвоздка. Когда в авторитарном режиме происходят перемены, они, как правило, носят разрушительный характер. Они имеют тенденцию быть масштабными, часто даже катастрофическими. Так что у вас есть выбор. С какими рисками вы хотите столкнуться как бизнесмен или инвестор? Предпочли бы вы столкнуться с постоянным риском в демократическом государстве? Или же с прерывистым и непредсказуемым риском, который возникает при авторитарном режиме? Мы видели, как это соревнование разыгрывалось на протяжении столетия с бизнесом и инвесторами, вкладывающими деньги или работающими в Индии или Китае. А в течение большей части этого столетия Китай даже показывал рост. Но в последние пять лет мы увидели некоторый сдвиг, и я ожидаю, что это движение вперед-назад продолжится. Итак, сперва я начну с демократического индекса. Здесь вы можете увидеть индекс свободы в разных странах. И знаете, когда вы создаете эти индексы, на них влияет предвзятость измерительной службы. Так что если вы не согласны с тем, что ваша страна отнесена к той или иной категории, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Это экономическое ядро свободы, и чем выше балл, тем больше свободы. Как вы видите, во всем мире есть районы, где большая часть Африки, например, большая часть Азии, больше демократических стран, и Северная Америка, Австралия, часть Европы тоже более демократичны, чем авторитарны. Рассматривая регионы мира, вы также можете обратить внимание на линии тренда. На самом деле нет никакой естественной тенденции к увеличению свободы. На самом деле, если посмотреть на период с 2006 по 2023 год, то все степени свободы в мире фактически уменьшились. Во всем мире произошел сдвиг в сторону авторитаризма. Таким образом, в мире существуют различия в политической структуре. А теперь давайте поговорим о насилии. Почему это важно для бизнеса и инвесторов? Гораздо сложнее управлять бизнесом или инвестициями, когда вы подвергаетесь войне или насилию. Они могут происходить изнутри страны, когда в ней идут гражданские войны, или когда преступность просто выходит из-под контроля, а могут происходить извне, когда идут войны, потому что, когда вы подвергаетесь войне и насилию как бизнес, то у вас есть два варианта. Первый. Если вы можете, а это не всегда возможно, то вы можете попытаться купить защиту, или страховку, которая обойдется вам недешево. Это станет операционными расходами и снизит вашу прибыль. Во многих странах мира вы не можете купить защиту, страховки не будет. И в этом случае вы потеряете продажи и сократите количество открываемых предприятий. Итак, я снова дам вам индекс. И этот индекс снова отражает предвзятость показателя института под названием Global Peace Institute, который измеряет степень насилия, которому подвержена страна. Чем выше цифра, тем больше насилия в стране. Как вы можете видеть, наиболее подвержены насилию часть Африки, большая часть России и Восточной Европы. Но сюрпризов здесь немного. Индия и Китай подвержены насилию, но и Соединенные Штаты тоже. На самом деле, если посмотреть на самые безопасные регионы мира, то это Канада, Австралия и часть Европы. Итак, мы снова рассматриваем насилие через призму бизнеса и инвестиций. И вы можете увидеть различия по всему миру. Ну а теперь давайте поразмышляем о коррупции. Почему коррупция имеет значение? Если вы владелец бизнеса, инвестор, и особенно если вы предприниматель. Коррупция действует как косвенный налог. Чтобы работать, вы должны платить взятки. Взятки — это налог, который платится не правительству, а посредникам. Поэтому, если посмотреть на весь мир, опять же, есть службы, которые измеряют этот индекс. Это хорошо. Это измеряется службой под названием Transparency International. И опять же, красные части — это самые корруппированные части мира. И чем ниже балл, тем более коррумпирована страна. Чем выше балл, тем она менее коррумпирована. Так что, если вы вычеркнете из списка Северную Америку, Австралию, некоторые части Европы, то в большей части мира, как бизнес, вы столкнетесь с угрозой коррупции. Вы также можете посмотреть список наименее и наиболее коррумпированных стран мира, причем наименее коррумпированных непропорционально много в Северной Европе. И прежде чем вы припишите это культурным факторам, в этом списке есть Сингапур, что говорит о том, что, хотя часто легко обвинять культуру в коррупции, я думаю, что корни коррупции сосредоточены в двух силах. И одна из них — это количество правил и лицензий. Ведь мы должны обращаться к кому-то, чтобы получить разрешение, и есть некая сумма, которую вы переплачиваете людям, утверждающим эти правила. Если вы доплачиваете бюрократам, которые управляют этими системами, вы снова получаете коррупцию, причем в самых разных странах мира. Это подводит меня к четвертому фактору. Если вы занимаетесь бизнесом, вы зависите от правовой системы, которая защищает ваши права собственности. Другими словами, будучи бизнесменом или инвестором, правительство, власти или другие лица могут отобрать вашу собственность. Ваша собственность не имеет ценности. Опять же, есть услуга, и она предоставляется организацией Property Rights, которая измеряет уровень защиты прав собственности во всем мире, как на физическую, так и на интеллектуальную собственность. И составляет сводный показатель, который представляет собой индекс IPRI, который вы видите здесь. И если вы снова посмотрите на мир, то увидите большой разброс между Австралией, США и Северной Европой, где права собственности защищены сильнее всего. Большая часть Латинской Америки защищена сильнее, чем Африка. Там защита слабее. А в Азии можно увидеть, что Индия и Китай добились успехов, но защита снова слаба. Почему защита слабая? Частично причина может заключаться в том, что законы, защищающие частную собственность, могут быть не очень сильными. Другая причина заключается в том, что даже если законы сильны, если у вас есть правовая система, в которой для обеспечения соблюдения прав собственности требуются десятилетия, а не месяцы, то какой смысл в защите, если вы собираетесь вернуть свою собственность через 35 лет? Таким образом достигается широкий разброс по всему миру. И как бизнес ваши права собственности будут слабее. У вас будет меньше шансов начать свое дело. Бизнес и новые предприятия будут стоить меньше. Итак, это четыре фактора, которые вы можете считать самосозданными. Другими словами, вы, как компания, можете улучшить себя, используя эти четыре фактора. Сингапур, кстати, классический пример. Когда Ли Куань Ю стал, вы знаете, Сингапур был создан как страна, похожая на остальную Азию, в нем были насилие и коррупция, как и в остальной Азии. И Сингапур сумел добиться успехов, став одним из наименее коррумпированных государств с самой сильной защитой прав собственности во всем мире. Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что если некоторые факторы находятся под вашим контролем, то некоторые не находятся. В правах собственности есть крайний вариант потери прав собственности. Это национализация. И как бы мне не хотелось сказать вам, что риск национализации исчез, это не так. Но в основном он сосредоточен в компаниях, занимающихся добычей природных ресурсов. На этом графике показан, насколько ухудшился риск национализации. Фактически риск вырос там, где он оставался стабильным. И вы видите, что в мире есть места, где риск национализации фактически вырос за последние десятилетия. Почему так происходит? Одна из причин заключается в том, что во многих случаях национальные интересы становятся моделью, которую правительство использует для национализации компаний, добывающих природные ресурсы. Всего несколько лет назад, в 21 году, мексиканское правительство объявило о национализации литьевого добывающего бизнеса в Мексике. В первую очередь, из национальных интересов. Какими бы ни были ваши интересы, если правительство отбирает у вас собственность, а вы получаете символическую компенсацию, то это уже потери прав собственности. Конечно, все эти факторы могут быть улучшены правительствами, но есть вещи, в которых правительства действительно не могут себе помочь. Другими словами, вы будете подвергаться воздействию стран, независимо от того, нравится вам это или нет. Даже если у вас хорошее правительство, работающее в правильном направлении. Я хочу остановиться на трех моментах, которые могут увеличить страновой риск в тех случаях, когда вы не можете в значительной степени контролировать результат. Первое. Это страна, которая слишком сильно зависит от какого-либо товара или сырьевого товара, для того, чтобы экономика работала хорошо. В этом случае вы больше подвержены страновому риску. Второе. Я собираюсь позаимствовать структуру, которую я использую в работе с жизненным циклом компаний, и рассказать о том, какие страны в жизненном цикле могут повлиять на риски внутри страны. И часто это влияние не поддается контролю. И в-третьих, и это то, что я добавил к компонентам странового риска в последние несколько лет, это изменение климата. И мы можем спорить о том, является ли оно антропогенным или природным. Но какой бы точке вы не отнеслись в споре, если вы признаете, что земной шар становится теплее, то разные части света будут в большей или меньшей степени подвержены изменению климата. И это может повлиять на страновый риск. Начнем с первого. Это данные агентства ООН, которые изучают, насколько страны зависят от сырьевых товаров. Они измеряют это так. Какой процент вашего экспорта приходится найти товары? И если вы посмотрите на те части мира, которые больше всего зависят от сырьевых товаров, то окажется, что в Африке почти каждая страна зависит от них. Для большей части своего экспорта. То же самое можно наблюдать в некоторых частях Латинской Америки. И, конечно, в Европе, Северной Америке, Индии и Китае есть значительные части мира, где такой зависимости не наблюдается. Кстати, Австралия также зависит от сырьевых товаров. В ответ на это вы можете спросить, почему бы странам не поработать над снижением зависимости от сырьевых товаров. Возможно, это не выбор. Если вы большая страна с большим населением, как Индия или Китай, то диверсифицировать экономику вполне возможно. У вас есть большой рынок, который вы можете обслуживать. Но если ваша страна, как Перу или Чили, и вы пытаетесь диверсифицировать свою экономику, будучи маленькой страной, вам нужно найти свою нишу. И вашей нишей может быть только этот сырьевой товар. На самом деле, я бы утверждал, что если вы зависите от какого-то товара, то это один из первых факторов, который мешает вам диверсифицироваться. И если вы маленькая страна, то это будет довольно сложно. Другой фактор, если вы страна, где вы можете легко заработать много денег на сырье, то вам будет гораздо сложнее конкурировать за капитал, если вы занимаетесь любым другим бизнесом. Посмотрите на Ближний Восток. Уже несколько десятилетий ближневосточные страны пытаются диверсифицировать свою экономику и отойти от нефти. Но сделать это очень сложно. Так что если посмотреть на зависимость от сырьевых товаров, то она варьируется по всему миру. И некоторые из этих стран останутся зависимыми от сырьевых товаров очень долгое время. Как бы они ни старались. Второе — это понятие жизненного цикла. Я использовал это понятие, чтобы объяснить, почему компании меняются со временем. Но и страны тоже проходят свой жизненный цикл. Когда страна только начинает свою экономику, мы думаем о ней как о стартапе. Вы можете быть молодой растущей экономикой, экономикой с высокими темпами роста, с зрелой растущей экономикой, экономикой среднего возраста, а затем вы идете на спад в зависимости от того, где вы находитесь в этом жизненном цикле. В начале жизненного цикла страны ваши риски будут меняться. Как и в случае с компаниями, страны продают истории о том, какими они будут. И по крайней мере на начальном этапе вы будете подвержены значительному риску. Потому что все заложено в будущем. Молодые растущие экономики будут подвержены большему риску, а более зрелые – меньшему. Помните все те графики, на которых Северная Европа, Австралия и Канада выглядели безопасными? Да, они безопасны, потому что являются экономиками среднего возраста. А вы находитесь на подхвате. Есть старая поговорка, что в инвестировании нельзя получить выгоду, не заплатив за нее. Если вам нужна безопасность как инвестору, то вы скорее будете инвестировать в Северную Америку. По крайней мере в Канаде, Австралии и, возможно, в Северной Европе вы получите безопасность. Но тогда не ждите роста. Если вы хотите роста, вам придется искать самые рискованные страны мира. Африку, Латинскую Америку, часть Азии. Потому что именно там есть рост. Поэтому прежде чем отбросить самые рискованные страны, как не попадающие в поле вашего зрения, подумайте, от чего вы отказываетесь. Ну и в-третьих, позвольте мне остановиться на изменении климата. Это данные от сервиса под названием Natural Resource. Это естественное явление. Сервис, который измеряет климатический риск по всему миру. И чем выше балл, тем больше вы подвержены риску. Так что опять же, воспринимайте это с долей сомнения. Это картина 2021 года, которую они рисуют. Какие страны больше всего подвержены влиянию изменения климата? Как вы можете видеть, наиболее подверженный риску Африка, за ней следует Латинская Америка и часть Азии. И на самом деле, обновление этого графика ожидается в конце 2024 года. Мне было бы интересно посмотреть, изменится ли подверженность климатическому риску в разных странах мира, а также в бизнесе и инвестициях. Это должно быть учтено где-то при инвестировании, потому что из-за изменения климата людям будет сложнее жить, а бизнесу — работать. Это должно повлиять на то, будут ли они работать, насколько вы их цените. Так что это все приводит к тому, что страновой риск начинает различаться. Давайте поговорим о том, как измерять страновой риск. Наиболее часто используемой мерой странового риска является суверенный рейтинг рейтинговых агентств Moody's, S&P и Fitch, в то время как рейтинговые компании также оценивают страны, которые называют суверенными рейтингами. Сейчас я не собираюсь спорить с тем, что рейтинговые агентства не без вины виноваты. Они допускают ошибки. Иногда они предвзято относятся к регионам. Но я думаю, что самая большая проблема рейтинговых агентств в том, что они действуют медленно. Тем не менее, они предоставляют рейтинги для 130 или 140 стран. Это легкодоступно и бесплатно. Поэтому я начинаю с рейтингов. Я использую рейтинги Moody's по всему миру. Опять же, красные части мира — это страны с самым низким рейтингом и самым высоким риском. Зеленые части мира — самые безопасные. Помните, что рейтинги фокусируются на риске дефолта и только на риске дефолта. Так что, если вы задаетесь вопросом, почему Саудовская Аравия выглядит безопасной с точки зрения рейтингов, то она и есть безопасная. Риск дефолта очень мал. То же самое в самых безопасных частях мира — Австралии, США, Канаде, Северной Европе и Южной Европе. Есть очаги дефолта, которые недавно открылись. Индия и Китай, которые раньше имели гораздо больше риск дефолта, снизили его и стали гораздо безопаснее, чем раньше. И вы можете увидеть их в светлых оттенках зеленого. Африка и Латинская Америка все еще имеют варианты риска. Кстати, несмотря на то, что мы обозначаем страны и регионы, внутри каждого региона существуют большие различия. Поэтому я не хочу выделять каким-либо цветом регион с высоким риском, потому что в нем есть страны, которые могут оказаться исключениями. Давайте посмотрим правде в глаза. Экономический риск в стране возникает не только из-за дефолта. Он может исходить от политики и других экономических рисков. Поэтому есть второй способ измерения странового риска. Это оценка странового риска с помощью нескольких известных мне сервисов, которые измеряют этот риск. Есть семерный банк, The Economist, сервис, который я использую, и я не собираюсь спорить, что лучше или хуже. Он называется сервисом политических рисков. И это понимание нам ближе всего. Итак, что делает служба политических рисков? Она учитывает множество аспектов риска в каждой стране и выводит один балл для страны, который называется PRS Score. Чем выше балл, тем лучше для страны. Следует отметить, что в отношении политического дискурса нет четкого правила или причины, почему он должен быть низким или высоким, или наоборот. Есть сервисы, где высокий балл означает высокий риск, а низкий — низкий. Но, по крайней мере, для PRS высокий балл означает безопасность, а низкий — риск. Опять же, я выделил те части мира, которые выглядят рискованными по PRS. Большая часть Африки, часть Латинской Америки, США, как ни странно, более рискованны, чем многие другие части мира, согласно данным PRS. Должен сказать, что есть части мира, где я не согласен со значением PRS. Ливия, например, на самом деле выглядит более безопасной по этим данным, чем США, и я в это не верю. Но это, знаете ли, в той мере, в какой это выигрыш в баллах можно измерить во времени. Вы можете посмотреть, как изменился этот риск с течением последнего времени. Итак, у вас есть рейтинги, которые измеряют риск дефолта в странах, и, конечно, рейтинги, которые измеряют все риски. Теперь я часто интересуюсь как инвестор, который вкладывает в бизнес. И когда вы инвестируете в страновой риск, как инвестор бизнеса, вас не волнует риск дефолта как таковой. Если речь идет о страновом риске, то вам нужна премия за риск. Что бы я взял в качестве премии за инвестирование в эту страну? Я называю это премиями за риск по акциям. Я обновляю свои оценки фондового риска по странам каждый год вот уже почти 30 лет. И в июле 2024 года я пройдусь по процессу, с помощью которого я оценил фондовый рынок по странам. Я начну с США не потому, что я большой фанат США, а потому что думаю, что S&P 500 дает мне лучший способ оценить премию за фондовый риск для зрелого рынка. Я начал с июля 2024 года. Как я уже упоминал, премия за риск по акциям составила 4,11%. Это подразумеваемая премия, выведенная из S&P 500. Я начинаю с этого числа, затем смотрю в суверенный рейтинг этой страны. Если она имеет рейтинг ААА, я даю вам ту же премию за риск, что и для США. То есть 4,11%. Так что Германия, Низерланды, Австралия, Сингапур тоже получат такую же оценку. Если у вас нет рейтинга ААА, я собираюсь посмотреть на спред дефолта, основанный на вашем рейтинге. И если вы скажете мне, какой у вас рейтинг, тройной или двойной B, я посмотрю на спред дефолта, а затем увеличу этот спред за счет того, что акции более рискованы, чем государственные облигации. Вы думаете, как это измерить? Я использовал два индекса. Первый — это стандартное отклонение индекса акций развивающихся рынков, это ETF. И второй — стандартное отклонение индекса государственных облигаций развивающихся рынков. И я смотрю на это соотношение в июле 2024 года. Это соотношение равно 1,3. О чем это говорит? Акции развивающихся рынков примерно в 1,3 раза более рискованы, чем государственные облигации. И умножив на 1,3, я получу 2,64%, добавленные к 4,11%. Вот как выглядит мир с точки зрения премии за риск по акциям. Так что если вы из одной из стран, выделенных красным цветом, и вам не нравится моя премия за риск для вашего капитала, пожалуйста, помните, что это не моя вина. Я начинаю с рейтинга Moody's, и если у вас плохой рейтинг или низкая оценка риска, я снова назначу вам высокую премию за риск по акциям. Вы видите, что Африка одна из самых рискованных стран с самой высокой премией за риск по акциям. В Латинской Америке ситуация неоднозначная. Как вы можете видеть, Аргентина по-прежнему имеет высокую премию за риск. Бразилия ниже, но часть Аргентины, часть Латинской Америки имеют зеленые оттенки. В Индии и Китае премии за риск по акциям снижаются с течением времени. Очень похоже на Южную Европу. На самом деле можно утверждать, что если перед вами стоит выбор между инвестициями в Южную Европу, Индию или Китай, то выбор будет близким. Австралия, США, Канада и Северная Европа в конечном итоге имеют предпосылки для зрелого рынка. Поэтому опять же воспринимайте его с долей сомнения, поскольку он основан на спредах дефолта. Но это все мои показатели премии за риск по капиталу для каждой страны. Давайте перейдем к делу. Что я собираюсь делать с этими премиями за риск по акциям? Я хочу сказать, что независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем или инвестором, эти показатели важны для вас как для предпринимателя. Почему это важно для бизнеса? Одно из фундаментальных и, возможно, самое фундаментальное решение, которое вы собираетесь принять, это инвестиционное решение, где вы должны решить, какие проекты взять, какие инвестиции сделать. И правило, основанное на правиле корпоративных финансов, заключается в том, что вы должны получать доходность от этих инвестиций, превышающую пороговую ставку. Что вам нужно сделать, чтобы оценить риск, связанный с этими инвестициями? Так что вам нужно сделать выводы об этих инвестициях. Вам нужны более высокие ставки. При выборе учитываются три вещи. Первое — это валюта, которую вы выбираете для оценки вашей ставки. И я вернусь и расскажу об этом выборе немного подробнее. Но если речь идет о долларах США, то вы начнете с долларового рискового кредита. Возьмем таблицу по второму пункту. Это то, каким бизнесом вы занимаетесь. Если вы занимаетесь бизнесом, который является более дискрепционным и более рискованным, то риск, соответственно, будет выше. Мы измерили это с помощью относительной меры риска. Может быть, уменьшим его, но это также зависит от того, в какой части света вы инвестируете. Если вы транснациональная корпорация, допустим, Кока-Кола, и вы рассматриваете два проекта — проект по производству напитков в Бразилии и проект по производству напитков в Германии. Даже если вы рассчитаете свою пороговую ставку в долларах, то я бы ожидал, что ваша пороговая ставка для бразильских проектов будет выше, чем для немецкого проекта. Почему? Потому что здесь больше страновой риск. Другими словами, риск, связанный с акционерным капиталом, приведен на последней странице. Если вы являетесь транснациональной компанией, то теперь в игру вступают риски, которые помогут вам оценить пороговую ставку для отдельных проектов. Но что делать, если вы многопрофильная транснациональная компания? Я называю это компаниями-осминогами. Допустим, у вас пять разных бизнесов — стрелитейный, химический, какой угодно, и в десяти разных странах. Понимаете, почему понятие корпоративной стоимости капитала не имеет смысла? Ваша пороговая ставка будет зависеть от того, каким бизнесом являются проекты, и в какой части света, и в какой стране вы инвестируете. И эти премии за риск по акциям станут ключевыми ингредиентами. И если вы создаете эти многопрофильные транснациональные компании, вам приходится иметь дело со сложностью, потому что альтернатива использования единой стоимости капитала для всех приведет к тому, что самые безопасные части компании будут субсидировать самые рискованные части бизнеса. А это никогда не заканчивается хорошо, ведь это просто бизнес. Вот почему вам не безразлично, что вы видите как инвестор. Почему меня это должно волновать как инвестора? Вы инвестируете в компании, а не в проекты. Но компания — это портфели проектов, и эти проекты могут находиться в разных частях света. Так что здесь премии за риск вложений в акции проявляются по-другому. Как инвестор, когда я думаю о том, какую норму прибыли мне получить от Facebook, например. Чтобы выйти на безубыточность, эта норма прибыли должна начинаться с безрисковой ставки, основанной на выбранной мной валюте, и относительной меры риска, основанной на бизнесе. Facebook не занимается рекламой, но это отражает географическую разбивку операций Facebook. Мне нравится компания NVIDIA, но если вы цените NVIDIA как компанию, признайте, что поскольку их чипы производятся в Тайвань-семикондактор, эта китайская цепочка подвергается риску и стоимости капитала. Я не говорю, что это положительный или отрицательный момент. Это просто реальность. И в бизнесе, и в инвестировании. Премия за риск акций играет свою роль. Так что если вы посмотрите на страновой риск, он играет роль и в бизнесе, и в инвестировании. Теперь я занимаюсь внутренней оценкой, чтобы привнести риск акций через стоимость акций, чтобы работать с угрозами. Большинство людей думает об инвестировании с точки зрения ценообразования. Куда мне пойти? Где купить акции дешевле всего? И часто мы используем такие показатели, как коэффициент П на Е, ЕВИ на ЕБИДА, или что-то еще, чтобы сравнить разные компании. Я не хочу, знаете ли, преувеличивать то, о чем буду говорить дальше. Но если я прав в том, что страновой риск в разных странах различен, это должно отразиться на ценах. Вы должны увидеть, что самые дешевые компании в мире, по крайней мере с точки зрения низкого коэффициента П на Е, находятся в самых рискованных частях мира. Вы должны где-то учитывать страновой риск. Может показаться странным, что я всю сессию говорил о страновом риске, не говоря о валюте. И это намеренно, потому что я считаю, что люди слишком много думают о валюте. И вы говорите мне, какие рискованные страны не хотели бы иметь в себе крепкую валюту. И вы правы. Но это симптом, а не причина проблемы. Страны с более рискованной экономикой, с более высокой волатильной инфляцией, будут иметь более волатильные валюты. И в этой последней части я собираюсь утверждать, что выбор валюты повлияет на денежные потоки и ставки дисконтирования, но не должен влиять на оценку стоимости. Как такое может быть? Есть простая причина. Если вы решили оценить стоимость компании и выбрали валюту для оценки, скажем, индийской компании в долларах США, то ваша ставка дисконтирования — это доллары США. Вы начнете со ставки по облигациям США в качестве безрисковой ставки и, опираясь на нее, получите в итоге более низкую ставку дисконтирования для этой компании в долларах США, чем если бы рассчитывали стоимость капитала в индийских рупиях. Вы думаете, что низкие ставки дисконтирования выше, но не торопитесь. Помните, что вы оцениваете ставку дисконтирования в долларах. Ваши денежные потоки должны быть долларовыми. Придется взять мои рупийные денежные потоки и оценить их в долларах. Вы думаете, что это значит? Темпы роста, которые я должен использовать, должны отражать инфляцию в долларах США, а не в рупиях. Проще говоря, если я выберу валюту с высокой инфляцией для оценки, мои ставки дисконтирования будут выше, а темпы роста будут ниже по той причине, что дифференциальная инфляция, если я возьму валюту с более низкой инфляцией, мои ставки дисконтирования будут ниже. Мои темпы роста будут ниже. Вы можете меня не понять, но поверьте математике. Прежде чем погружаться в механику, подумайте о здравом смысле. Вы не можете превратить отличную компанию в ужасную, просто поменяв валюту. Это все равно, что утверждать, что город, в котором вы живете, стал холоднее только потому, что вы решили измерить температуру в градусах Цельсия, а не в Фаренгейте. Изменение того, в чем вы что-то деноминируете, превращает хорошую компанию в плохую или наоборот. Поэтому будьте последовательны в отношении валют, а что насчет безрисковых ставок, наверное, спросите вы меня. Если валюта зависит от инфляции, вы должны быть в состоянии получить безрисковую ставку в любой валюте. На самом деле существует очень простой механизм, с помощью которого вы можете перейти от безрисковой ставки в одной стране к другой. Допустим, у вас есть безрисковая ставка по доллару, чтобы использовать ее для расчета безрисковой ставки по облигациям, и даже полностью ожидаемой инфляции в США и ожидаемой инфляции в Колумбии. Вы можете получить безрисковую ставку по колумбийскому ПЕСО, скорректировав ставку по американским облигациям на ставку по доллару с учетом разницы инфляции, что выглядит немного запутанно. Есть короткий путь, который вы можете использовать, но какой? Возьмите разницу в инфляции, но правильнее было бы отразить сложный процент. Итак, уровень инфляции на 3% выше, чем у меня. Грубо говоря, ваша безрисковая ставка будет на 3% выше моей, если вам это интересно. Я использовал оценки МВФ для ожидаемой инфляции, чтобы получить текущие безрисковые ставки в 150 с лишним валютам, которые Рустем должен будет приложить в описании к этому видео. Ссылка обязательно будет. Так что вы можете проверить, что прямо сейчас инфляция – это не только причина существования безрисковых ставок. Она также является причиной изменения валютных курсов. Видите ли, почему обменные курсы должны участвовать в инвестировании? Помните, я говорил, что можно оценить индийскую компанию в долларах США? Чтобы оценить индийскую компанию в долларах, нужно взять ее денежные потоки в рупиях в будущем и конвертировать их в денежные потоки в долларах США. Вот и все. Если я решусь сделать это, для этого мне нужны будут ожидаемые обменные курсы. Но курс доллара к рупии может меняться на промежутке 1-2 лет в разные стороны. Как мне это предугадать? Вот что вам следует сделать. Не спрашивайте эксперта или прогнозиста. Есть теорема. Начните с самых первых классов курса валют, которые называются теоремой о паритете покупательной способности. Другими словами, будущий обменный курс будет зависеть от спотового обменного курса и темпов инфляции. Так звучат привычные различия между двумя валютами. Так что если в вашей валюте уровень инфляции на 3% выше, то, грубо говоря, ваша валюта должна обесцениваться на 3% в год. Я знаю, что существуют отклонения от паритета покупательной способности, которые могут быть дорогими и длительными. Но если вы не используете это при инвестировании в оценку, вы будете смотреть только на вашу валюту и инвестировать в бизнес. Это опасное место. Я хочу, чтобы моя оценка отражала то, что я думаю о валюте, и то, что я думаю о компании. И мой взгляд на валюту должен быть отдельным. Так что если валюта не кажется мне доминирующим фактором в моих объяснениях, то на это есть веская причина. Итак, страновой риск связан с этими факторами. И я надеюсь, что у вас будет возможность прочитать мою статью, если у вас будет на это время. Ссылка будет в описании. Но даже если вы не прочтете этот документ, я надеюсь, что у вас была возможность посмотреть эту тему и ознакомиться с набором данных, особенно с премией за риск по акциям и набором данных, которые я приложил к ней. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok